Песня с дятинства людей старышего поколения. Атмосфера этих годов, які стали уже историей у невеликим помешканне школьного музея. Яго керовник Ганна Ковальчук задалась идеей рассказать об минулым советской краины. Той велезарной державы, якой уже нема. Уся информация о речах, знайомых до боли для тех, кто жив у Союзе и цікавых для сегодняшних молодых. Сейчас как-то очень любят, говорят, что тогда плохо, сейчас хорошо как-то вот. Ну, люди бросаются в крайности, будем говорить так, черное-белое. Но между черным и белым есть еще серое, розовое, красное, все цвета радуги. То есть нельзя так однозначно говорить. Поэтому пусть молодые посмотрят сами, увидят, какие игрушки, увидят, какие увлечения были, что собирают. И пусть сами включают логику и сравнивают. История у предметов. Для дорослых – ностальгия. Для молодых – махчимость поширить веды. Детям просто текаво. Когда я играю в футбол, пойду играть с швейной машинкой. Мы постоянные гости выставок Анны Филипповны. И каждый раз это интересно. Всегда приходишь, поиграли в игры настольные. Посмотрели все, потрогали книжки, почитали, пластинки послушали. На самом деле, у меня, наверное, было очень скучное детство, потому что я половину сказок не знаю. Книжки и все советские прошли мимо меня. И сейчас это все очень интересно. Ну, приедя на выставку Анны Филипповне, мы увидели много всего из советского быта. То, чем играли наши родители, наши дедушки. Конкретно мне понравилась заводная курочка. Я когда-то видел в свое детство заводную мышку. Вот как-то она мне вспомнилась. И вот именно в музее Анны Филипповны я смог ее увидеть. Тут шмат экспонатов, але цаски притягивают у всех без выключения. Ну, которые были когда-то. Они, конечно же, интересней. И старинные мультики всегда интереснее. А чем они тебе нравятся больше? Ну, они хоть получительные. Стародавние – это значит советские мультики. И они не такие, как сегодня. А вот гульные бывают на все часы. Так и есть, конечно же. Вот обратите внимание, вон на те квадраты, на тех коробках. Это называются шашки и шахматы. Они и сейчас существуют. Это как бы такая вот игрушечная война. Ставление до эпохи Советского Союза розное. Але, каже организатор выставы Ганна Ковальчук, гэта наша гисторая. Таму побач с цацками и паштовками тых годов виниловой пластинки с промовами Ленина и Сталина. До речи, Ганна Филипповна ганарыт со своими узнагародами за активную громадскую працу. 17 годов яна працавала пазаштатным супрацовником дитяшых опакой милиции. От родового шлена громадского оперативного комсомольского отрада дайшла до начальника штаба Бреста. Я этим горжусь, потому что это была как бы моя вторая работа. То есть работа основная была – это работа, учитель в школе, а это называлось тогда общественной работой. За життя людей складается и история краины, якой и она была, можно рассказать по-разному. Ганна Ковальчук попробовала гэта рассказать по-своему. У музея Бреста 12-й школы чекают людей любого взрослого. Упевнений, цікаво тут будет усім. Лучше сбором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин